У вас ссоры в семье. Либо что-то назревает страшное, и вы боитесь, чтобы это не вылилось в крупный скандал, либо вообще в расставание. Меня зовут Наталья Родомская. Я специалист по отношению мужчин и женщин. Я сомнолог. На протяжении 26 лет занимаюсь профессионально с нами. Вначале это было как хобби, затем это уже перешло в мою профессиональную деятельность. Я сотрудничаю с телеканалами, с журналами. Также я очень много знаю про обряды, рабочие обряды, про карты Таро. Создала свою колоду Таро снов. И сейчас я бы хотела вам поведать про один обряд, который делается 23 февраля. Либо в любой другой день, а в какой сейчас расскажу. 23 февраля Православная Церковь чтит память иконы Святой Божьей Матери Огневидная. Эта икона защищает мужчин на войне, в армии. Также икона защищает не только мужчин, но и женщины, мужчин профессий таких, как юристы, адвокаты, когда нужно отстаивать свою точку зрения. И не даром 23 февраля, День Защитника Отечества, приходится именно на этот праздник. День иконы Святой Божьей Матери Огневидная. Что нужно сделать в этот день, 23 февраля? Если вы хотите избежать ссоры, если не хотите, чтобы ссоры назревали, назревали, и было все самым ужасным образом. Берете вазон. Например, вы собрались садить цветы. Вазон с землей, но ничего там нет. И вместо цветка вы садите морковь, но вверх ногами. Корнями вверх. И кончиком так остреем вниз, да? И говорите следующие слова. Когда эта морковь перевернется, тогда и ссоры в нашей семье начнутся. Сказать это три раза. И пусть себе там стоит, пока не засохнет или не сгниет. И только тогда ее выбрасывайте. Стоять может даже порядка до трех месяцев. Ничего страшного. Пусть себе стоит на окне или куда-то там спрячьте. Ну, желательно на окне, потому что она будет подпитываться солнечным светом, лунным светом. И пусть себе стоит. И знаете, что крупных ссор не будет. Может быть, мелкие будут, да. Но крупных никогда в вашей семье не будет. Если же вы это видео смотрите после 23 февраля, не расстраивайтесь. Женщины могут сделать этот обряд в женские дни, мужчины – в мужские дни. Женские дни – это среда, пятница, суббота, мужские дни – понедельник, вторник, четверг. Была рада вам помочь. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Записывайтесь ко мне на консультации. С вами была ваша Наташа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok